Прямую линию провел мэр Магадана для жителей областного центра Колымы. Около 30 магаданцев позвонили городоначальнику и поделились своими проблемами. Вопросы горожан касались образования, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорог. Также подняли тему количество светофоров в городе. По мнению звонившего, в Магадане много трехрежимных регулировщиков. Из-за этого загружены проспект Ленина и улица Гагарина. У нас самая такая тяжелая точка в Магадане была. Это поворот от ВТБ-24 направо-налево на улицу Ленина, где у нас максимальная концентрация ДТП. И гаишники предписывали вообще закрыть пешеходный переход от ВТБ туда на другую сторону. Или разгрузить. Так вот, мы пошли по пути или разгрузить. Сегодня возле ВТБ-24 такой напряженной обстановки, как была два года назад, нет. По итогам состоявшейся прямой линии, мэр Магадана дал поручение отраслевым руководителям разобраться в каждом вопросе, уделить внимание всем обратившимся горожанам. Есть вопросы, связанные и со сносом ветких строений. Мы ведем в городе плановерную работу по расчистке города от несанкционированных построек. Но, казалось бы, можно было просто бульдозер, так сказать, пригнать и снести. Мы, тем не менее, смотрим на людей так, что надо помочь, во-первых, им переехать с этого места, а второе – предоставить какой-то другой земельный участок, где бы они, не мешая никому, в том числе благоустроительным работам в городе, вели дальше свое садоводническое, огородческое дело. Напомним, прямая линия проводится еженедельно – в понедельник, среду и пятницу с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенному графику общаются руководители, управлений и департаментов, заместители мэра и сам градоначальник. Телефон прямой линии – 62 50 65. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил, насколько детские лагеря готовы к летнему сезону. Всего в загородные места отдыха будет более тысячи путевок. Первая смена стартует уже 7 июня. Из-за пандемии в прошлом году лагеря не смогли принять детей. В этом количество мест снижено на 25% в связи с эпидобстановкой. Детей у нас меньше не стало, их у нас больше, а путевок будет, к сожалению, меньше. Но начинаем с таких цифр. Надеюсь, что уже 2022 год будет полным заполнением. Я благодарен за то, что выделило правительство Магаданской области. Губернатор нам достаточно денег для того, чтобы привезти наши лагеря, загородные, в надлежащий вид. Немало работы в спортивно-оздоровительном комплексе «Снежный». В 2020 году учреждение работало как обсерватор. Поэтому сейчас подготовка идет более интенсивно. Ремонтные, восстановительные работы. За то время, пока «Снежный» был обсерватором, специалистам удалось сделать кровлю и фасад здания. Сейчас набирают коллектив, педагогический состав и готовят новую программу. Каждый год мы прописываем новую программу летнего отдыха. Мы никогда не дублируем программы. Плюс еще в этом году мы хотим опробировать интересную новую программу на наших профильных отрядах. Когда-то они были патриот. Это по военно-патриотической направленности. В этом году мы хотим заняться развитием детско-юношеского туризма. На базе наших профильных отрядов будут организованы специальные отряды с немного повышенной возрастной группой. Это дети от 10 до 15 лет. Будут привлекаться специалисты по спортивному туризму. Это профессиональные тренера. В «Снежном» за все лето отдохнут около 600 детей. Это будет три смены по 21 дню. Для ребят предусмотрено пятиразовое питание, а также интересная развлекательная программа. Всероссийскую акцию «Дорогу скорой» провели сотрудники госавтоинспекции совместно с командой молодежки ОАН. Цель мероприятия – напомнить водителям, что нужно уступать дорогу служебным медицинским машинам. Акция приурочена ко дню работника скорой медицинской помощи. Она прошла по всему региону. Участники команды выдадут автомобилистам наклейки «Я пропускаю скорую» с целью привлечения внимания общественности к важности соблюдения данного правила дорожного движения. Не пропустив скорую, с включенными маячками можно лишить человека жизни. Если водители не будут уступать дорогу скорой медицинской помощи, им грозит штраф или лишение управления автомобилем. Об этом предупреждают сотрудники госавтоинспекции. За непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющие нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, одновременно с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года. Госавтоинспекция Магаданской области поздравляет работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Желаем вам и вашим семьям здоровья, и пусть результатом каждого вызова будут спасенные жизни. Постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года официально был установлен профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Ежедневно медики находятся в группе повышенного риска и продолжают выполнять свой нелегкий труд. Работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник. В 2020 году, когда началась пандемия, именно эти специалисты вышли на неравный бой с этой болезнью. Как отмечают эксперты, предсказать исход такой войны было нельзя. Но медицинские работники стояли на страже здоровья магаданцев. С этим днем сотрудников скорой поздравил мэр областного центра Юрий Гришан. Сколько вы спасли жизни людей, это невозможно пересчитать. Сколько вернули счастья в дом, когда оказали неотложную помощь, и люди вернулись домой из клиник после лечения. Это, конечно, дорогого стоит, и никакими словами в этом зале не описать. То, что выпало на вас прошедший год, это страшная история. Как отмечают сами работники неотложки, с автомобилями, лекарствами проблем нет. А вот специалистов в рядах медиков всегда не хватает. Причина – сложная и ответственная работа. Но это все еще остается проблемой. Причем, эта проблема, надо сказать, не только сегодняшнего дня. На скорой помощи всегда не хватало работников медицинских, потому что очень сложная работа. Она сложна не только психоэмоционально, но и физически. В областном центре стартовал марафон добрых дел. Это большая ежегодная городская акция благотворительности и волонтерства. Целый месяц добровольцы, члены городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана» будут участвовать в проведении более ста мероприятий, направленных на оказание помощи нуждающимся, уборку территорий и многое другое. 32 объединения от учебных учреждений города, центров дополнительного образования, а также волонтеры культуры, волонтеры-медики и инициативные жители города собрались на территории 14-й школы на церемонии открытия. Самым юным активистам торжественно вручила личные книжки волонтера, координатор городского корпуса, волонтеры Магадана Александра Колесникова. О путевке, распределяющей задачи по каждому из объединений, выдал Юрий Казетов. Нам с вами предстоит в течение конца апреля, фактически мая, начало июня, выполнять различные виды волонтерской деятельности. Будь то от оказания помощи, заканчивая уборкой городских территорий, парков, скверов, береговой части. То есть сегодня применение сил, возможно, везде. Вы знаете, всегда вспоминаю очень, может, избитую, но для меня очень близкую фразу писателя, помните, Антуана Сен-Дефери, произведение «Маленький принц» «Стал утром, убери свою планету». В самом деле, в этой фразе, наверное, вот та ответственность человека за свою планету, за окружающих, она выражена. Я сегодня вас поздравляю, ну и буду очень рад вручить вам путевки, надеясь на удачную и совместную работу. Юные участники поделились своими взглядами на добровольчество и рассказали про уже имеющийся опыт. Сегодня я получила книжку волонтера. Для меня это очень важное событие. Мне очень нравится помогать людям и природе. Мы участвовали в очень многих акциях, благотворительных конкурсах, собирали много для детдома, для дома престарелых. Я планирую просто помогать людям в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова